СЕРГЕЯ КУЛИКОВА Если в месяц их присчитать, что 40-50 тысяч выходят только на препараты. Оплачивать все расходы приходится самостоятельно. Несмотря на помощь друзей, денег катастрофически не хватает. Процесс получения статуса инвалида довольно сложный. В этом деле ему помогает сестра Анжелика. Конечно, приходится побегать по кабинетам. Приходится много нового узнала. Для себя никогда этим не занималась. Но мы рождены давно, так что к Валаките привыкли. В эти двери на протяжении 35 лет доктор Куликов заходил как в дом родной. Всего 4 месяца он на больничном. Окажется целую вечность. Это диспетчерская. В принципе, самый главный пункт, где приходится прием вызовов, где передача вызовов бригадам. Это комната для приема пищи. Как вы видите, тоже пустая. В коридорах действительно пусто. Все бригады уехали на вызовы. Работа эта нелегкая, но медики не привыкли жаловаться. Это очень тяжелая профессия, очень требующая большую самоотдачу, требующая сопереживания и быть готовым всегда прийти на помощь. Сергей Викторович именно такой человек. Теперь этот человек сам нуждается в помощи. Как известно, с зарплаты врача многого не накопишь. Главное богатство этих людей – благодарность пациентов. Мне приходилось обращаться за помощью, за медицинской, вызывать скорую. Врач высокой квалификации, добродушный, сердечный, очень такой человечный, вот которому можно все доверить. Друзья помогают чем могут, но расходы слишком велики, а у многих из них свои проблемы, которые нередко решал Сергей Куликов. Жене делали операцию по хирургии, по онкологии. Операция была тяжелая. Какое-то время пролежали в больнице. Когда выписывали домой, у нее была еще температура 38-38,5. Сергей пришел нас навестить и определил, что у жены оказывается, кроме всего прочего, еще и воспаление легких. В течение нескольких дней приходил к нам, ставил, вылечил ее от воспаления легких. Дал нам шанс бороться дальше с тяжелой болезнью. Сергей не отчаивается. Он уверен, что мир не без добрых людей. И точно знает, что однажды он опять сможет помогать тем, кто в нем нуждается. Это через год, но, скорее всего, через два, возможность снятия инвалидности и работы по профессии. Если я смогу работать, то, конечно, пойду работать обязательно. Помочь талантливому врачу несложно, перечислив любую сумму на его карту. Максим Козлов, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...